Видео номер 2. Первый точно так же идет с нижней страховкой, второй его страхует через станцию. Вот она станция. Страхующий стоит на самостраховке на этой станции. Теперь разница лишь в том, что первый это вот я, вот он, вот первый. Иду, 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 иду. Я сделал точку страховки, щелкнул в нее веревку и сорвался. И теперь нагрузка идет не на станцию, а станция выполняет просто, в ней веревка прощелкнута на скользящий. Нагрузка идет на страхующего, на страховочное устройство. И задача страхующего сделать вначале станцию, которая работает вверх, и перенести на нее нагрузку. Вот именно это сейчас и будем делать. Первое, вначале, что... Нет, вначале ты должна подойти. Вначале может быть такое, что именно в этом месте вы не можете организовать станцию, работающую вверх. Поэтому, возможно, вам нужно немножко отойти. Вот ты не можешь туда дотянуться. Короче, суть в этом такая, что когда вы отходите, вы должны контролировать нагрузку так, чтобы пострадавший при этом не перемещался. То есть, себя вы даете, все время губировку грузите, а пострадавший при этом должен оставаться на месте. Дальше. Она подошла, сделала там... Стоя, что делать? Вначале крепи меня, закрепляй. Ты пытаешься одной рукой сделать станцию, встать на самостраховку и кучу всякой фемии. То есть, я тебя закрепляю? Вначале ты себя закрепляешь на мне. Подойдя до места, где ты делаешь эту станцию, ты закрепляешь страховочное устройство. То есть, первый крепим страховочное устройство. Я опаздываю. Варя, а давайте вот эти будешь спать. Тут четыре квартиры. О, Варя. А тут все. Мне там, по-моему. А, нет, тут все наоборот. Я вот это, везде. Две, четыре картинки. Переворачиваем все пазлы вот так. И чтобы встретить ту картинку или я эти четыре картины. Нет, пока нет. Ну, мы раскладываем. Дальше. Руки освободились. Она сделала станцию, которая может нести нагрузку вверх. Стала на самостраховку. И теперь ее задача перенести нагрузку на эту станцию. Поскольку основная веревка нагружена, ее никаким образом к этой станции прикрепить не получится. Вначале нужно перенести нагрузку на вспомогательную веревку. Для этого используется кардилета. Репшнур диаметром 7 миллиметров. Вяжется тройной схватывающий узел. А у меня вот несколько картинок. Я не тороплюсь. Мои картинки вот такие. Один, два. Кардилета дубовая, поэтому вяжется все плохо. На ней вяжется дальше узел Вайнот. Это просто обычный проводник. Функционала у него никакого. Только на случай, если нужно будет куда-то в щелкнув палец паст. Дальше. Эта кардилета крепится на станцию узлом Мунтеромула. Мунтеромула в начале УЯ. Веревку через него выбираем. Так, чтобы была максимально натянута. Схватывающий узел желательно затянуть, чтобы он сработал. У нас очень дубовая кардилета, это делать сложно. Затем рифовый и контролька. Затем рифовый и контролька. На деле это короткая, контролька вяжется плохо. Ну, вяжись, постарайся. Я сначала вяжу. Я не могу собрать. Я не могу собрать. Прекрасно. Теперь задача, чтобы перенести нагрузку на этот схватывающий узел, оставлять пострадавшего на одном схвате нельзя. Поэтому дополнительно основная веревка крепится с тременем к той же самой станции. Время затягивается. Нормально. Веревка у нас тоже дубовая. Все по-настоящему. Легко обледенело. Время надо затянуть, так не пойдет. Отлично. Теперь нужно перенести нагрузку на этот самый схватывающий узел. Для этого нужно, во-первых, выровнять так, чтобы векторы нагрузки были параллельны. Веревка и схватывающий узел были параллельны. Веревка основная и корделета. Аккуратно разбираем блокировку страховочного устройства. И плавно выдавая веревку, переносим нагрузку на схватывающий узел. Удивительно, но он держит. И последний шаг. Нужно на основной веревке, основную веревку прикрепить к той же самой станции с помощью, опять же, узла Мунтарамула. Подожди, а у меня все. Что такое каленка на... У-и-а-а. Это не то. Стоп, у нас же были пазлы. Дерево. Я говорю, что пазлы будут пирать. Да мы не можем с тобой. Каленка разверну, так чтобы он узкой части сюда, широкой сюда. Суети, сделай нормально. Здесь тоже важно, чтобы слабина веревки вся... Короче, ей как можно меньше, чтобы было. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Для того, чтобы когда вы будете потом переносить уже на веревку основную веревку, пострадалец никуда не сдвинулся с места. Он там висит как-то, и двигатель нежелательно. Все затягивается. Затягиваем. И теперь все эти кордилеты, дополнительные стремя не нужны. Их разбираем. При этом... Да, правильно. Разблокируем мунтера мула. И плавно выдаем через УИА. Плавно выдаем через УИА. Все, нагрузка перешла на основную веревку. Кардилета разбирается. Ее можно использовать в дальнейших манипуляциях. С тремя можешь тоже развязать, лишние карабины убирай. Папа, бабочки, на землю! Думаешь, отшел, колечес, его к ним в них. Тебе, да. Я сначала один. Еще один. Вот один. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, шесть. Оставь. Отойди, покажи, что там все, что осталось. Все, на станции осталась только одна основная веревка закрепленная, которая все это время шла ко мне и была под нагрузкой. Все, пока.